Доброе утро, друзья! Сегодня у нас 10 июля. Стоит палящая жара с утра. Я спрятался в беседку. Здесь чуть-чуть дышать можно. И направил видеокамеру моего скромного телефона вот на эту ягоду. Она поспела. Значит, давайте так. Если бы я был поэтом, только он мог бы так красиво рассказать в штихах о ягоде, которые относятся к лучшим произведениям самого Господа Бога, которые предназначены как раз для наших средних и суровых краев, и которые практически незаслуженно забыто. Почему я так говорю? Потому что я в год получаю несколько тысяч писем. Раньше бумажных, теперь в основном электронных. И, если так, до десятка звонков в день с каждым вежливо говорю, умножим на 365 дней в году, да, еще и получается тысячи звонков. А войлочной вишни воды набрали в рот. Вот, никому она не нужна. Да, я ее навязываю. Да, как я это делаю? Я вам покажу потом прекрасные кусты. Вы будете, кто в восторге, кто в шоке, в зависимости от черты характера. Кто позавидует. Кто-то скажет, хочу такую же. Вот. Вчера мы ходили с предыдущим видеофильмом, и там я вам показывал грядку, где всходы из косточек вишни, прекрасные всходы, которые говорят о квалификации и о том, что это, в принципе, способен вырастить каждый. Но она не дает отводка. Это ее счастье, потому что те сорта, виды, что дают отводки, вроде бы, вроде сливы, вишни и яблонь, они ненавидимы. Они страшно ненавидимы. Почитайте, третий номер свежий. 15-й год, это было совсем недавно. Не буду фамилию трепать. Вот. О том, что надо всячески избавляться, всячески, что, какие отводки, ухо ту их. А я говорю, какая же огромная, жаль, что войлочная вишня не дает отводка. Можно было бы распространить по всей стране. В Европе совсем худо с ней. Ну, понятно, худо. Посадят в углубление, закопают корневую шейку, посадят в ямку для полива, сгноят с гарантией. Я когда был на том самом злосчастном для меня, на злосчастной конференции, где за критику меня лишили слова. Вот. Недроги, как они обрадовались? Я же об этом и рассказал, никто же не знал. Вот. И вот, как получается, что недроги обрадовались? Лучше бы они радовались, огорчались тому, что я, обойдя, я потом статью уже написал большую, обойдя добрую сотню дачных участков, изучив все это. Ну, там в основном так, гноение корневых шеек, это один, и уничтожение штампов с помощью обрезки на кольцо. Знаете, чтобы ходить по дереву не сгибаясь. Это дичайшее, это невежество дичайшее, но оно-то воспитано кем? Ведь когда выходим, и пример, неплохой, нет, не в качестве критики, ну, председательное хозяйство выходило в количестве 3 миллиона экземпляров, а еще недавно российская газета имела 5 миллионов экземпляров, а там тоже была страница, и тоже учили какое-то, где выращивать, и где убивать. И вот до чего дошло, вот до чего дошло. Какая может быть вишня? Я вот хожу там, две нашел. Жуть! Умирающие деревья с такими, посмотрите на ногти на свои мизинцы, вот с такими плодами несъедобными. Какая к черту это, Европа? В Сибири дела вроде бы получше должны быть. Вот. Она и по Сибири-то хорошо пошла, но если у нас слишком хорошо, а уже севернее, казалось бы, Красноярск, Кань, Скачинск, у меня приятель скупал на рынке, а там они стояли ведрами, у нас они были в этих вишнях, скажем, в дворе войлочной, он искупал и не поверите, поедет Кань, Скачинск, по сибирским меркам это рядом, но уже они не слыхали. И распродавал, очередь устраивается, и распродавал ее съедобную, полусъедобную, так скажем, кисло-сладкую или сладко-кислую стаканами. Умудрялся распродать за пару дней, ехал, вот на сколько она, какое было, сейчас-то, конечно, витаминов полно, но то, что они отравлены, плевать, но даже в сельских магазинах вы купите бананы с этими, и даже банальное такое выражение, как бы, как сказать, получается, что экспрор, такой, ну ладно, короче, все было хреново, но у нас хотя бы были свои волочные вишни по югу Сибири, вот, теперь культура забыта, почему? Да, причина была, так же гноили, так же не доживали они свой век, с одной стороны, а с другой стороны, они не просто не доживали свой век, они и не могли дожить свой век, для этого причину я уже называл, так, вот, и сменилось поколение, садоводы ушли, постарели, ушли на тот свет, дачи были ограблены, это касало, это было страшное бедствие, одно из страшнейших бедствий, грабеж дач, невидимую сверу покорили, поразили всю Россию, невидимая миру слезы, грабеж, грабеж, вплоть до оконных проемов, вплоть до дверей, вплоть до шиферов, вплоть до, как у нас, не дай бог, алюминием покрывали, вот, сдуру, эти же крыши, вот, алюминиевые ложки, алюминиевые вилки, вот, алюминиевые кружки, электронасосы, электрокабели, вот, столбики железные, приходит человек, а ограды нет, столбики железные выкопаны, на металлолом выкопаны, вот это страшное, оно так и не было неосознанно, ни один писатель, не написал никакую эту, который бы вышибал слезу, роман о простом советском дачнике, который потом полил, но сейчас-то надо возрождать, ребята, раз уж так случилось, вот, и мы сейчас снимаем второй фильм, первый был о черешне, вот, сказал достаточно, еще придет пора, когда созреет вишня, ахнете, я вас познакомлюсь с деревьями, огромными, с урожаями невиданными, вот, это на фоне того, что в Европе исчезают последние сады, но про вишню будет отдельный разговор, а мы говорим про что, друзья, мы говорим про волочную вишню, а она не вишня, ну, похоже, да, красненькие, кругленькие, а она не вишня, это совершенно отдельный вид, который даже к сливе ближе, почему, а давайте попробуем сливу привить на нее, привьется, а давайте попробуем абрикос привить, привьется, а персик покажу, вот, это я не призываю вас так делать, почему, но вишня это не то, что кустарник, ну, назовем ее полукустарника, можно штамбом растить, вот, можно кустарником растить, если растить штамбом, да, 5-10, а может 15 лет, но не абрикос поживет, но это, в крайних случаях, у самых умелых руках, поэтому я не призываю делать ее подвойным материалом, кроме, внимание, персика, но это будет уже отдельный разговор, здесь правил всегда, бывает исключение, далее, значит, что я самое главное хочу сказать, морозостойкость высокая, вот, вот вдоль Транссибирской магистрали, эта вишня должна жить, но, везде есть полметра, метр снега, пожалуйста, кустовидная форма, никакой штамбы, поняли, вот, половину закрывается снегом, никогда не погибнет, всегда будете ведрами, есть, нет, так и хочу сказать слово, жрать, так, в хорошем смысле жрать, то есть, когда мы едим, мы как бы едим, а когда мы жрем, это значит, что мы берем, запускаем ведро, или с это, прямо, процеживаем через пальцы, горсть вишен, и сразу набиваем ее рот, и жрем, 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 ну что, будем ей заниматься, давайте я вас познакомлю, и в то же время, она внутри вида, делится на сорта, где эти сорта, никогда ни один сорт удержать невозможно, ребята, мы ее размножаем только косточками, попробуйте вегетативным путем, я много чего достиг, вот, это самое, оглянулся назад, там, даже близко, многие не приблизились к этому рубежу, вот, кроме двух-трех, моих же друзей, маленький наш кружок, незаконно рожденный, и вот, значит, получается так, что сколько бы ни создавать сортов, а вы можете найти новые сорта, пожалуйста, вырастите косточки, возьмете с этого, нового сортового дерева, прекрасный, практически съедобный, запомните, они всегда полусладкие, полукислые, и редко-редко сладкие, и вот вы должны, что сделать, вы должны, только, если кто не научится размножать вегетативно, а это опять ищите мои материалы, вот, далее, укоренение, а большинство, это 99,9, пожалуйста, косточки, и этот же самый сорт, исчезает без следа, точка, приехали, вот, опять такой, как бы сказать, кисловатый, почти несъедобный, одна радость, что она имеет, стержневый корень, а значит, она, имея небольшой размер, все-таки, уходит довольно глубоко в землю, и, замерзание корней, не служит причиной ее гибели, причиной гибели, еще раз говорю, у нее очень слабая корневая шейка, ну, вот, теперь, когда, общим целым, обозначена тема, вон, она проглядывает, я вас познакомлю, вот, именно, вначале с этим экстремпляром, я угрожал, обещал, будете у меня, видеть, каждое происходение, каждой сотен деревьев, вот, но я пока сижу в тени, боюсь вылазить на солнце, у меня сразу, начинает голова кружиться, ах, как кружится голова, от этой жары меня на лечении, вот, не смотрите, что этот вкус кажется скромным, ему скоро юбилей, 30 лет, это предельный, возраст, потому что, в литературе, чаще манякает цифра 20 лет, то ли 20 лет жизни, то ли 20 лет активной жизни, например, плодоношение, потом он должен умереть, или, может быть, задичать, не помню, моя не задичала, но почему, а, почему она вначале, я объясню, почему она стала родоначальницей, и так, погибло 5 кустов, было 5 кустов, 84-85 год, 40-градусная зима, и по округе, у многих, она замерзла, вот это был первый удар нанесен, хотя до этого, еще до дачного движения, везде, и всюду она была, легкость размножения, наплюешь, потом смотришь, и под ней уже растут эти самые, саженцы молодые, без проблем, но интерес был какой-то, все-таки витамины, пусть кисло-сладкая, ее можно съесть 10-20-50-100 штук, потом уже начинает сопротивляться желудок, если особенно повышенная кислотность, как у меня, но всегда ели горстями, не задичала, нет, смотрите, почему не задичала, сейчас объясню, вот ее нормальный вид, нормальное состояние, потом мы пойдем, я вас интригую, я буду показывать совсем другие варианты, вот, она, где-то с 20-го года, начали отсыхать отдельные ветки, так, вот, например, еще раз говорю, скорый юбилей, она еще много не принесет, но учитывая ее качество, морозостойкость, вы же уже поняли, почему я поминал, 84-85 год, далеко не все вишни, безболезненно, войлочные, перенесли, эту страшную годину, 40-го градусов, морозами, за 40 градусов, длинными, неделями, вот, и, я уже, у меня, на этом участке, у бабушки, когда я купил, росла одна яблонька, белая налия, и 5 таких кустов, но, три из них замерзли, два оказались очень кислыми, все тот же принцип, чем дичее, тем односливее, эту я обнаружил в чужом саду, методом дегустации, вот, посадил косточки, вот эта пошла лучше всех, тоже по-разному бывает, и, я тогда не знал, что нельзя садить в ямки, кстати, я как все садил в ямки, помню первые свои деревья, сдуру, теперь я говорю сдуру, господа садисты, ну, вот теперь как выглядит, смотрите, вот еще очередная отсыхает ветка, она была незаметна, что она уже, не поздно носит, что она уже старая, ее надо вырезать, и вот, когда я начал вырезать ветки, я понял, что так же, как в истории со смородиной, кстати, упомянул, не могу же я это не упомянуть, мой совет личный, он совпадает с частично литературным, то есть, я этот совет не сам придумал, а прочитал о нем, и так растет смородина, смородина, она прекрасна, она молодая, а вы знаете, как она стареет, вот, тоже самое, 20 лет, и превращается в дикаря, вот, тем более, знаете, как многие смородину-то, все-таки умудряются, достать выращенную из семечка, это вообще крах, она уже и сразу никуда не годится, но все-таки смородина выращена из, а вегетативным путем, из фрагмента, с пятого года, будьте добры, самую лучшую, самую толстую, самую мощную ветку вырезайте, и режьте так каждый год по одной ветке, в течение 20 лет, у вас будут неснижаемые урожаи, и качество, здесь получилось случайно, то есть я специально ее не омолаживал, таким путем, как смородины омолаживаю, просто начинали ветки отсыхать, и вот когда их отрезаешь, вот, получается, что, ну, почему отсыхает, она замерзать не могла, у меня же в этом году, персиков полно плодов, вчерашний полно плодов, здесь ясно, что я не мороз погубил, стареет, это уже лишняя ветка, ее уже выкормить трудно, когда ее должен был, вот, видите, тут рядом растет ветка полносящая, и вот она ветка пустая, а там вообще, вот, если разглядеть, за этими зелеными еще сухие ветки, вот, то есть дерево говорит, это все лишнее выкормить не собираюсь, зато дам вам прекрасные плоды, с остальных веток, здесь уже немного урожая, куст был мощнее, он был полтора раза выше, еще полтора раза шире, вот, и я им долго-долго обходился одним кустом, потом, значит, я взял и, сейчас мы с вами пойдем, 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 к ее прямому потомку, и так вы видите, прямого потомка, единственное неиспорченного мной, применим слово испорченное, это в хорошем смысле, я просто хочу сказать, что мне надо было маточное дерево сохранить, но не так много места, поэтому, нетронутое маточное дерево только одно, ему примерно сейчас 8-10 лет, не больше, смотрите сюда, это все оно одно, смотрите внимательно, вот, и вот сейчас он идет уже на рекордный урожай, вот, рекорды в этом саду ставятся мимохода, правда говорю, не взна чай, вот, посмотрите, потянет оно, на какой-нибудь, сибирский хотя бы рекорд, в Европе, и такое немыслимо, я сейчас его обойду, со всех сторон, расползлось, лежит на земле, смотрите-ка на него, вот, и здесь уже, посмотрите, какой, вот здесь вот видите, помельче, да, потому что, оно вообще как облепиха висит, вот, у меня нет задачи, и, наверное, так не получится, вот, потому что ни сил, ни рук, ничего не хватает, это все оно же, смотрите, это оно, 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 и вон там еще, вот, вот, посмотрели, да, теперь смотрим со стороны, дальнего плана, как оно выглядит, вот так, и еще с дальнего плана, вот так, совершенно молодое дерево, вот, теперь что мы имеем, теперь мы имеем возможность сравнить, еще раз говорю, прямой потомок, маточное дерево остается не для того, чтобы с него садить черенки, вот, а для того, оно не самое поросимое, садистая, кисло-сладкое, оно съедобное, так, и его главное предназначение, обеспечение, Сибири, Европа, пока, молчит, и неинтересно, для того, чтобы обеспечить, хотя бы, Сибирь, тут, тысячи семян, кусочек, посмотрим, еще раз говорю, в письмах, ко мне, она даже не упоминается, вот, это, вариант, какой, обсе, видите, 40 градусов, где мы были, никаких следов, ничего на нее не действует, но, подчеркну еще раз, помните, мои же, те же самые, требования, посажены, где, смотрите, я снизу покажу, заметно, что на холме растет, или не заметно, я надеюсь, что вы заметили, что она растет на холме, все, с ней пока, пойдем, поищем альтернативу, в плохом смысле, и в хорошем, Тимош, ты меня потерял, я сейчас фильм снимаю, про вишню, помнишь, мы черешню собирали, тебе понравилось, понравилось, а теперь смотри, будем про вишню, она разная была, я хочу, чтобы ты выступил дегустатором, иди сюда, попробуешь, смотри, я тебя сфоткаю, уже фоткаю, вот видишь, вот, сейчас, чтобы нам не отвлекаться, в фильме проводить, иди ко мне, я тебе покажу, что, иди, вот, сейчас мы, находимся, идем, идем сюда, ты будешь дегустатором, возле забора, не случайно, прекрасная, с виду, слива, ой, я уже начал заговариваться, но это попроеду, я говорю, что вылочная вишня, ближе к сливе, находится прямо за забором, вот, поднимаю руки, становлюсь на сыпочке, надеюсь, вы ее видите, вы ее видите, друзья мои, так, теперь, Тимош, смотри, я хочу, чтобы ты попробовал, несколько ягодок, нет, это я знаю, что их не любишь, дело в том, что это вылочная вишня, она кисло-сладкая, на, Тимош, иди хотя бы, ну, чтобы реакция была, вот, через силу, засунь в рот, но это не черешня, правильно, ну, в общем, так я вам скажу, кислей в жизни, ничего не ел, вот, сейчас, Тимош, дай фильм доснимаю, ты ходи рядом со мной, хорошо, ну, не отвлекай, и так, еще раз, я уже выбросил, вот это, наиболее дикая форма, какая мне приходилось встречать, так, она мельче два раза, она практически несъедобная, оставляем за ней, какое качество, помните, чем дичее, тем морозостойче, поэтому, мы с вами, идем, дальше, что тебе дать, фотоаппарат, ну, дай фильм доснимаю, пожалуйста, ты же подводишь, тысячи наших этих, зрителей, если помешаешь, можно я пока поснимаю, потерпи, ладно, ну, пришли сюда ради вишни, ну, думаю, хотя бы угощу волочной вишней, так, а дело в том, что я совершил, одно кощунство, считается, что вишни, которые с косточки, улучшить невозможно, она как, вот, сто косточек посеял, если где, Петрович, прервайте меня, если скажете, все наоборот, так, так раньше бывало, вот, из них получится, на некоторых, такой же вкус, как и у, вишни маточной, а вишня маточная, может быть, изначально невкусная, и жди от него крупных плодов вкусных, не дождетесь, но даже если они крупные, вкусные плоды, а с них взяты косточки, то разброс огромный, вот, я вам показываю этот разброс, вот, смотрите сюда, это и вы, гости, смотрите, ну, что, критики не выдерживают, даже пробовать не обязательно, сладость исключена, я уже сто раз проверял, раз, да, вот, и тут, обратите внимание, на одну такую вещь, вот, сейчас, если получится, вот это вот, плодоноситель, а нет, нет, видите, этот, войлочную вишню, привитый персик, ну, плодов нет, нет, но мы найдем другой, да какой, идем сюда, и так, вот это, назовем середнячок, чем они хороши, они, как подвоенные, косточки хороши, на них можно привать, я уже говорил, да хоть абрикос, хоть слива, хоть что, но не советую, а персик советую, и так, значит, если гости, вот уже попробовали, вы убедились, что вкусовые качества низкие, низкие, но, принцип тот же, чем дичее, тем, морозостой чае, и, соответственно, лучше подвой, значит, если, Петрович, будете у себя заниматься, волочной вишней, раз, и ее производной, персик на волочной вишне, вот, этот куст, напомните мне, о чем шла речь, раз, теперь пойдем по принципу, лучше и лучше, вот на эти волочные вишни, а действительно, мы обречены, не дают отводков, так, и что ты будешь делать, с косточки вырастет, не ли что, и выросли, не ли что, давайте пробовать, вот эту, дело в том, что здесь был привит, персик, и он погиб, самый главный вкус, меня интересует, качество, сколько у них сахара, вот, я вам предложу несколько, и хочу, чтобы вы появились, настоящие дегустации, лучше, лучше, согласны, молодой человек, так, это, поставьте в ученики, ко мне, раз он на нашей стороне, теперь не все, вот здесь был, персиковый куст, ну, то есть, общий корень имел, попробуйте вот эту, а сюрприз я приготовил напоследок, мне все равно, что вы скажете, кистое, вкусное, кислинка есть, но приятная кислинка, приятная, да, очень приятная, ну, наконец, мой сюрприз, вот это вот, что вы сейчас делите, тут тоже, да, вот это я понимаю, конечно, ну, вот, так, так вот, друзья, сейчас рядом со мной стоит два, специалиста, одного, я уже представил, потому что, Александр Петрович, лучший виноградарь, но дело в том, чтобы стать лучшим виноградарем, это, обширное познание, в целом, садоводстве, таковы, что, в редкий случай, когда можно с ним разговаривать на равных, и, девушка Елена, студентка или преподаватель? Студентка, да, полностью название института? Агроэкологических технологий, кафедра плодовощеводства, Красноярск, так, дело в том, что единственный случай, у меня была студентка на практике, девушка Юля Матвеева, из этого, из Омска, ее чудом отпустили, чудом ее отчет о производстве прахи признали, потому что она училась у садоводой любителя. Это вообще история скандальная почти. Так вот, значит, если вам пришлось сделать карьеру, если эти самые, все, о чем мы сейчас будем говорить, не будет признано наукой, вы можете стать таким же изгоем, как мы. Вот, я, я, кстати, Петрович, я за вашей карьерой не следил, вас, так, вот, вопрос, извините, я специально для прикола говорю, вспоминаем, Красноярское научное учреждение есть, причем научное не чисто педагогическое, а настоящее, от Бога, от земли, от цехи. В Шушенском есть, так, в Минусинске есть, так, в Абакане есть, так, виноградом занимаются? Нет. Нет. Скажите, пожалуйста, я вам говорю, как спрашиваю специалисты, поверьте, я не то, что здесь, в Акаблуче, я в данном случае хочу знать правду, и хочу, чтобы эту правду знали все. Виноград, такой, как у вас, слаще меда, он может здесь у простых людей жить? Да, конечно, может. Почему не занимаются, давайте, ваши коллеги? Ну, это вопрос, никто из государственных сортоиспытаний до сих пор не проводит, и не проводил, сейчас вот у меня примерно 70 сортов испытано, остальные, как бы, идут, постоянно выкорчевываются, что не идет, выкидываются, сажаются новые, и процесс идет, подобраны отличнейшие сорта, которые у нас и вызревают, и, кстати, идет акклиматизация постепенная, действительно, очень неплохо стали реагировать сорта на наш климат, и уже и вызревают, и лоза, и ягоды, и не хуже южной. Ну, во-первых, я могу подвергить, чем, значит, два года назад состоялся мой последний семинар, я вас пригласил, как почетного гостя, вот, и вы нас всех накормили именно своими, вот, подозревать не надо, что вы купили уезжан, уезжан, нет, так вот, дело в том, что, получается, что, у меня своя отрасль, там абрикосы, там персики, черешни, у вас своя, получается, вы тоже на 100 лет вперед заглянули, так, вот. По крайней мере, раньше не занимались, никто не брался за это дело, перспектива хорошая. Ну, что ж, ладно, но в данном случае не я у вас в гостях, вы у меня в гостях, значит, я на вас сейчас оторвусь по полной программе. Дело в том, что я надеюсь, что эту передачу посмотрят 100 человек, потом 1000, 10 тысяч, вот, а потом видно будет. И еще, если однажды ко мне приедут все-таки с Москвой, вот, а не интересно, когда мне сказали, Москве, по вашей методике, собирается круглый стол. Вы знаете, какой пустяк? Меня забыли пригласить. Пустяк, конечно. Ладно, теперь, пока мы с вами из Гои, вы да я, здесь, в этом краю, ну, добавим Боднера, волшебника, да, Таню Жестовскую, чудо, так, вот, наших ребят, которые производят саженцы, лучшие в России, не перешли на это клоновые, эти самые, подвои, вот и все, вся наша компания, ну, добавимся скоро, Елена, добавится, Красноярск теперь представляет, представьтесь, пожалуйста, вы здесь не случайно, давай, давай, мы светимся на вашем сайте, давайте вы, Наталья Бострова, так, Красноярск, нет, мало, так, хозяйка сайта, ну, хозяйка сайта, главное, я очень хочу, чтобы у всех был свой сад, потому что я, с ваших саженцев начала, у меня все прекрасно растет, пока не плодоносит, но я уверена, так слава богу, год прошел, два, ничего не вымерзло, из тех, кому я это все привезла, и все просят снова, чтобы это как-то вот, ближе к народу было, потому что получается, что к вам не каждый может доехать, в официальной торговле, это не представлено, поэтому меня просто просят, все понятно, поэтому я по призаду, ладно, ваши слова дорого стоят,